Всем привет! В этом ролике я покажу, как сделать печатную плату с помощью ЧПУ-станка. Способ, которым я буду делать, довольно-таки сложный. Но перепробовав кучу вариантов, я пришел именно к нему. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Пару месяцев назад я приобрел себе ЧПУ-станок. Снимать распаковку или сборку не хотел. Такого контента полным волно в интернете. Я сделал несколько фоток и скинул их в инстаграм. Потом сделал себе пару модификаций. Самое раздражающее в станке был USB-провод. Во-первых, он постоянно мешал. А во-вторых, при большой длине ловил помехи. Пришлось от него избавляться. На форуме увидел инструкцию по переводу станка на Wi-Fi. Как оказалось, делать это не так уж и сложно. Еще добавил модуль Bluetooth на всякий случай. И напечатал корпус для блока управления на 3D принтере. Ну и сделал разъемы на корпусе для облегчения подключения. Дальше я начал пытаться делать платки стандартным способом. А именно гравировальным. Посмотрел кучу видосов в интернете. На вид все было очень легко. Но на самом деле оказалось куда сложнее. Граверы из комплекта очень быстро тупились. Поэтому пришлось купить концевые фрезы с диаметром 0,3 мм. С ними дело обстояло лучше. Но ломались они очень часто. Потому что станок не прощает ошибок. То забыл подцепить щуп земли. То в настройках накосячил. В общем, сломал я их штук 5-6. Цена каждой фрезы около 250 гривен. В один момент я даже психанул и выложил станок на продажу. Но потом друг меня отговорил. Типа мало ли где еще получится заюзать. Я согласился и отложил его в сторону. И вот совсем недавно мне нужно было сделать плату. Я принялся изготавливать методом лут. Но из-за земляного полигона плата получалась как решето. Потому что нормально перенести тонер в таком количестве довольно-таки сложно. А восстанавливать дорожки лаком для ногтей, то еще удовольствие. Потом мне вспомнился станок. Покупать очередную фрезу я не хотел. И начал продумывать, как еще можно сделать плату на станке. Первое, что пришло в голову, это покрасить плату. И просто поцарапать краску гравером. Таким образом не тупить его, но сделать качественный перенос. Но из-за того, что текстолит неровный, нормально поцарапать не получалось. Тогда я вспомнил, что у меня есть еще двухфатный лазер. Можно ж ту же операцию произвести лазером. Сказано, сделано. Подключил лазер, порисовал на пробной плате, кинул протравить. И о чудо, спустя полчаса плата все-таки протравилась. И даже очень неплохо. Это и послужило толчком для создания данного ролика. Итак, сейчас я расскажу подробную инструкцию по изготовлению платы. Делать одностороннюю не имело смысла. В комментах бы написали, что я лутом бы сделал лучше. Поэтому только двусторонние. Первым делом необходимо вывести гербер файл из кат-системы, в которой рисовали. У меня это SpringLayout. Нажимаем файл, экспорт гербер, ну и сохраняем в нужную папку. Дальше таким же образом выводим файл сверловки. Следующим шагом нам необходимо превратить гербер в понятный для станка язык. А именно G-код. Тут я попробовал несколько программ и остановился на G2G. Программа создана русскоязычным автором. Ссылку, где можно скачать, прикреплю в описании. Нам нужна тестовая версия, так как именно в ней есть лазер. Хотя свои первые платы я делал в функции фрезы. Лазер постоянно поднимался при перемещениях, что увеличивало длительность процесса. Но потом я попал на форум, где обсуждалась данная программа и много чего интересного оттуда подчеркнул. Так как это тестовая версия, есть небольшие недоработки. Первое это то, что нету предпросмотра в канделе, так как ось Z не двигается. Поэтому в G-код необходимо дописать вот такую строчку. И тогда появляется отображение. Второй момент это то, что лазер в конце движения едет в нули не выключившись. Поэтому приходится открывать G-код и менять местами две строчки, которые сначала выключат лазер, а потом отправят голову в ноль. Рассказывать подробно про данную программу я не буду. Это есть в отдельных роликах, общей длительностью около 40 минут, на которых сам учился. Я же покажу вкратце. Как и в любом софте для работы с ЧПУ станком, вам необходимо создать набор инструментов. Это включает в себя фрезы, сверла и в последней версии лазер. Покажу свой набор инструментов. А вы можете поставить на паузу и переписать настройки. С лазером я мучился немного дольше, но проведя несколько опытов остановился на таких настройках. Если у вас мощность лазера больше, то соответственно скорость подачи можно увеличивать. Когда прошлись по инструментам, приступаем к получению G-кода. Открываем наши гербера в программе. Первым делом клацаем Ctrl-A и выделяем все. Потом нажимаем создать булавки. Таким образом мы привяжем все слои к опорным точкам. Дальше создадим управляющий код для сверления опорных точек на текстолита, для удобства позиционирования. Нажимаем создать, выбираем инструмент и глубину сверловки. 6 мм вполне достаточно. Теперь займемся дорожками. Для этого переходим в профиль карман. Выбираем количество линий чистоты. Четыре линии вполне достаточно для комфортной пайки. И нажимаем создать. Как видим вокруг дорожек появилась траектория движения лазера. Так же самое делаем и для обратного слоя. Первое время у меня была проблема со сверловкой платы. Сверло при касании текстолита съезжает в сторону. И удержать его я не мог. Поэтому пришлось делать керновку отверстий лазером. Короче говоря, мы убираем медь в центрах отверстий. И тогда сверлу нужно будет грызть только текстолит, без меди. Для создания керновки выбираем отверстие. Профиль все тот же карман. Только расположение линий будет внутри и количество 0, то есть до заполнения. Следующим шагом создадим управляющий код для отверстий. Выбираем профиль сверловки. И программа сразу же рассчитывает, какие отверстия каким сверлом лучше сверлить. Если нет близкого диаметра, то она оставляет выбор пользователю. Указываем необходимое сверло и создаем. Последнее, что мы будем создавать, это контур платы. Для начала нужно на слое контура нажать вот тут галочку. Дальше переходим в первый профиль. Тут выбираем глубину реза и инструмент. Создаем код. Теперь осталось только сохранить все в нужную папку. На этом работа с программой завершена. Когда G-код готов, переходим к железу. Берем любой подходящий по размеру текстолит. Необходимо разместить его на столике. Класть плату прямо на алюминий нельзя. Поэтому сделал прослойку из ДСП. Эту деревяшку необходимо жестко закрепить к столу, чтобы в дальнейшем не произошло смещение. Устанавливаем на дерево плату. И вторыми стяжками жестко ее прижимаем. Теперь открываем программу. Herbel Control или Candel. В зависимости от того, какая прошивка у вас в станке. Загружаем файл булавок. Необходимо учесть, что булавки будут дальше, чем контур платы. Примерно на 6 миллиметров. Учитывая эти особенности, обнуляем станок. И отправляем файл. Как видим, станок сверлит там 4 отверстия, которые помогут в дальнейшем позиционировать плату. В эти отверстия я засунул медную проволоку диаметром 1,2 миллиметра. Как раз под размер отверстия. Можно сделать и большим диаметром, но мне хватает и такого. Также необходимо сделать одно из важных дел. А именно просверлить отверстие в нуле. Это делается для облегчения дальнейшего позиционирования. Теперь снимаем плату и несем красить. Тут нужно постараться, чтобы слой краски был равномерным. Когда краска высохла, берем плату и располагаем на уже заготовленные булавки. Приходится следить за тем, чтобы не поцарапать с обратной стороны. Так как это потом создает свои проблемы. Следующим шагом заменяем шпиндель на лазер. Тут сразу небольшая оговорочка. Центр лазера не совпадает с центром шпинделя. Поэтому после замены инструмента необходимо заново выставить ноль. Именно для этого и было просверлено отверстие в нуле. Лазер после установки необходимо сфокусировать. Для этого из кандела отправляем команду M3S18, которая включит лазер на минимальную мощность и позволит безопасно сфокусироваться. По диаметру пятна все довольно относительно. И пару раз перефокусировав, вы найдете баланс. Все дальнейшие работы необходимо выполнять в специальных очках. Так как лазер очень опасен для зрения. Снова переходим в программу. И тут открываем файл дорожек с лицевой стороны. Нажимаем отправить. И теперь можно наблюдать за красивым процессом вырезания дорожек. Процесс конечно не быстрый. Но участие человека тут не обязательно. Работы желательно проводить в хорошо проветриваемом помещении. Так как запах горящей краски не очень приятный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После этого открываем файл керновки. Так как он тоже на лицевом слое. Операция ничем не отличается от предыдущей. Когда сделали лицевую сторону, достаем плату. Смотрим как выглядят дорожки. Получилось довольно неплохо. Дополнительно приложил фотку дорожек в хорошем качестве. Следующим шагом переворачиваем плату. Только теперь необходимо расположить зеркально относительно того, как было в прошлый раз. Открываем в программе файл нижнего слоя. И так же само нажимаем отправить. Пока работает лазер, можно сходить сделать себе чаю с бутерами. Когда процесс завершился, снимаем плату и несем травить. Делает это каждый по-своему, кто в чем. Я, например, травлю в перекиси водорода. Время, затраченное на травление, составляет примерно минут 15. После травления сразу очистил плату от краски растворителем. И можем видеть красиво протравленные дорожки. Результат хороший, но это еще пол-дела. Теперь необходимо просверлить отверстие. Опять заменяем лазер на шпиндель. И устанавливаем сверло 1 мм. И снова воспользуемся нулевым отверстием, чтобы обнулить станок. В программе открываем файл сверловки 1 мм. И как вы уже помните, нажимаем отправить. Станочек начинает сверловку. Следить за этим процессом одно удовольствие. Станочек начинает сверловку. Когда программа выполнилась, необходимо заменить сверло на другое. И продолжить сверловку. Я умышленно не стал делать больше диаметров, чтобы не затягивать ролик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok После сверловки остается последний шаг, а именно вырезать контур платы. Для этого заменяем сверло на фрезу, типа кукурузы, и производим вырезание платы по контуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и когда фрезеровка закончена, достаем нашу плату со станка и любуемся проделанной работой. Как видим, точность позиционирования на очень высоком уровне. По 10-ти бальной шкале можно поставить 9 баллов. Как я уже говорил, это не первая плата сделана таким способом. Но те экземпляры имели свои недостатки. На фотках это четко видно, как и прогресс в изготовлении. Ну и на этом у меня все. Спасибо, что смотрите, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok